Народные избраники Тверской городской думы внесли поправки в бюджет. Это касается расходной части. Так, дополнительные средства направят на развитие областной столицы. В частности, на завершение строительства двух детских садов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Детский сад на улице Планерной, первый переулок Вагонников, в этом году должен быть введен в эксплуатацию. На завершение его строительства дополнительно направят 124 миллиона рублей. Сроки строительства были нарушены подрядчикам. Аналогичная ситуация с детским садом в Южном. Чтобы достроить его, выделят еще 24,2 миллиона рублей. Напомним, что в учебном заведении в Юности будут размещены 8 групп на 150 детей от года до 7 лет. Здание будет оборудовано залом для физкультуры, кабинетом с музыкальными инструментами, медблоком, столовой, площадкой перед детским садом, игровой и спортивной, парковкой для колясок, санок и велосипедов. Нам необходимо два детских садика достроить. Мы не хотим выделить на эти средства, потому что в этом году мы должны сдать два детских садика, которые в город очень нуждаются. И нам надо завершить строительные эти работы. Они вообще должны быть введены в этом году. То есть даты там разные у каждого детского садика, но планы на этот год мы должны эти два садика сдать. Доходная часть бюджета также увеличится за счет межбюджетных трансфертов. Деньги пойдут на повышение заработной платы работникам в социальной сфере в рамках выполнения указов президента. Кроме того, 15 миллионов рублей потребуются на мероприятия по ликвидации последствий аварии в доме на бульваре Гусева. Это связано с тем, что есть необходимость. У нас бывают мероприятия, которые необходимы, не учтены заранее, но мы должны на них реагировать. И деньги должны будут выделяться на какие-то экстренные ситуации. Депутаты большинством голосов одобрили предлагаемые изменения в городской бюджет. Также они согласовали передачу системы автоматизированной фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это связано с тем, что полномочия по содержанию эксплуатации таких технических средств на дорогах местного значения с 1 января текущего года осуществляется органами государственной власти. Из муниципальной в региональную собственность передали 11 комплексов.